Нихао, парни! Вот я и продолжаю серию роликов о поездке моей в Китай, о заводах, на которых производится инструмент PIT с генеральным директором и собственником компании PIT. Вы уже знакомы. Хотелось бы еще затронуть тему генерального дистрибьютора. Это компания TurboTools, через которую весь PIT попадает в магазины на территории России. То есть это генеральный дистрибьютор, он напрямую берет это все у китайцев, с которыми вы уже знакомы, и привозит в Россию. Также оказывают сервисную поддержку и так далее. Также они работают над дизайном, делают какие-то свои предложения китайцам об улучшении продукции и так далее. Но сегодня я вам расскажу об одном довольно-таки крутом заводе, где производят инструмент PIT, точнее собирают инструмент PIT. Переходим на завод, первое место, которое мы увидели, это склад приемки запчастей. То есть на 100% ни один завод в Китае не производит инструмент. Все равно часть запчастей они заказывают на сторонних заводах. Те же кнопки. Бывает якоря заказывают, бывает якоря они там сами производят. Бывают корпуса заказывают, бывают корпуса сами производят. 100% завода, чтобы на 100% сам полностью литье все делал и кнопки делал. В Китае нету. То есть они заказывают это все на сторонних заводах. Потом мы уже переходим к цеху, где уже лежит готовая упакованная продукция. То есть можно сказать, мы так немножко сзаду зашли. Присутствует бренд, похожий на Макиту, с названием Mutubi, Manubi. Также тут присутствует корейский Hyundai. У корейского Deo мы там не нашли, но может быть тоже для Deo данный завод что-то делает. Также есть российский вихрь, может быть даже будет где-то и Ресанта. И вот мы подошли к линии сборки отбойных молотков. Точнее подошли уже к стенду, где готовые отбойные молотки проверяют. Вот Евгений Матвеев, парень с команды Папа Карла. И вот и непосредственно самая производственная линия. Сборка на 70% на этом заводе автоматическая. Сейчас вы видите на прессовку подшипников. То есть они едут по конвейеру и потом человек просто уже уберет и направляет. А есть автоматические линии, буквально практически 100% автоматические линии. Вы видели, до этого я в ролике вам показывал. Там делают роботы, все, все там людей практически. Там лампочка загорается, что-то не так уже, китаец подходит и все это вынимает. Здесь все происходит только с участием человека. Установка статоров также происходит в полуавтоматическом режиме. То есть берут корпус, вытягивают провода, вставляют и подбивают молоточком, кияночкой. Также, как вы видите, установка щеточного узла тоже происходит в полуавтоматическом режиме. То есть есть небольшой такой вот типа пресса, который запрессовывает этот щеточный узел. Тут уже идет механическая часть и устанавливается якорь. То есть механическую часть соединяют с электрической частью. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Тут уже собирают ударную часть, то есть боёк, гильза, также всё происходит в полуавтоматическом режиме И вот уже к нам идёт готовый отбойник PIT И так же начинаю делать первичную проверку на работоспособность отбойных молотков Субтитры сделал DimaTorzok Испытания первичные всякие разные Чуть позже вам покажу отдельницы, где так конкретно-конкретно-конкретно испытывают отбойные молотки Но вот это вот первичное испытание, это, я так понял, даже указывается в техническом задании То есть нужно испытывать, либо не нужно испытывать, либо они его сразу испытывают Честно, я не разобрался Но обратите внимание, как китаец переключает скорые режимы То есть он прямо берёт и не останавливал его на ходу Так щёлк-щёлк-щёлк-щёлк-щёлк Можно так делать, только осторожно То есть вот там показатели идут Чтобы перфе были согласны техническому заданию И вот мы нашли вихрь с другими брендами Вихрь, инка, кого мы ещё видели Кресс А Кюндай был ещё Тотал инка одно и то же То есть фабрика в основном, я так понял, очень крутая И заточена под перфе Вот он, склад А насколько я знаю, тут Vortex, кажется, заказал Вот давай, по инка, посмотри, покажи тебе Вот видишь, они цвет стали менять Ручки И вот этот цвет, и вот этот Он стал более такой, ну, коричневый А тут такой, не сильно такой, ядовито-жёлтый Тотал, ну тотал, это тоже инка Кстати, такой перф, кажется, он проверял там, да? На линии тестировал Пошли посмотрим, что там ещё есть? Днепроэм, Днепроэм есть Днепроэм, ну это украинский бренд, она поедет в Украину Этот я не знаю, что за бренд Этот тоже не знаю Тотал, 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 тотал А это, наверное, Хюндай, кажется Вот инка уже готова к отправке Блин,ужели Макиты тут нету, да? Ты всё врёшь, ты всё врёшь, какая Макита, Макита японская На своём заводе в Японии Или в Китае Иногда можно на таких заводах встретить Макиту Ручки, комплектующие, может посмотреть, как это всё валяется Пускай не будет, как же так? Тут робот должен Коптер подлетать и приносить Нет Завод, кстати, это очень серьёзный Перфораторы ПИД также собираются на этом заводе с другими брендами Согласно тех заданиям Вот сейчас можете видеть Техническое задание на сборку данного перфа Эра, с ума сошёл, как тут работать можно? Шумно, жарко, блин Начало сборки перфа ПИД Всё примерно так же, как и с отбойником Также полуавтоматическая сборка Автоматическая сборка, я не знаю, сейчас если найдём Вставим, кто не смотрел мой ролик про мою поездку в Китай С представителем компании Штурм Там был один такой завод Где вообще, вот, вообще, блин Людей практически нет Вот заходишь, их не видно Только лампочка заорилась Там что-то не так Там полуавтоматическая сборка Но также вы должны понимать Если заказывать инструмент на данном заводе Он будет дороже То есть там больше вложений Больше оборудования Всякие разные Хотя бы здесь, где полуавтоматическая сборка Вы видите, сколько здесь оборудования Я просто думаю, денег так нормально довольно-таки вложено Причём даже очень хорошо, наверное, вложено Но, тем не менее На этом заводе Крест заказывает Кэт заказывает Пит заказывает Днепроэм заказывает То есть очень-очень много Насколько я знаю, этот завод вроде как Ходит в пятёрку Таких вот нормальных китайских заводов Днепроэм заказывает Кстати, сетевой кабель перестал менять Они вот такие сейчас резиновые-резиновые И ваша любимая рубрика Смазка на первых также подаётся автоматически Никто там её не убавляет Дальше набрасывают механическую часть И всё так далее Всё идёт дальше по конвейеру Также препараты проходят первичные тесты И также, как видели, он прям на скорости режима переключает Что касаемо жары Жара у нас была где-то 35 Плюс И плюс дикая влажность Там в районе, кажется, 90% влажность была И вот эти вот там РК расположены Типа как вентиляционная канала Вот с них дует Вот когда вот под ним стоишь Более-менее как-то вот так вот терпимо Чуть отошёл, всё Ну, видно, видели Там все мокрые ходили А китайцы, блин, не потеют И, кстати, по поводу зарплаты у китайцев Вот интересовались, какая зарплата у китайцев Рабочие, обычные Обычные рак китайские рабочие Вот на этих заводах получают Где-то в среднем 900 долларов в месяц В основном там рабочие приезжают с провинции Ну, типа как вот у нас в Москву Приезжают из других городов, работают Такая же система у них работает Там, кстати, есть специальное даже общежитие Для них вот они там живут Зарабатывают деньги И потом к себе в другие какие-то Более, так сказать, бедные провинции уезжают Также на этом заводе собираются перфы райоби Чуть позже я вам покажу Как там китайцы так бах-бах Заколачивал оттуда буры Что вы там нашли? Ну, райоби Ну, мы видели Достань коробочку вот эту Достань Подай, подай Это не поверят Я показывал вам уже Вот, райоби Брендкет тоже там присутствует Настоящее американское качество Бульдозеры тут тоже делают Да ладно, ты че Они что, американские, нет? Не, ну, это сейчас американцы подойдут Вот, они собирают это все здесь делают И вот это кейсы По-моему, это кейсы для наклеек Нет, это кейсы они там собирают А потом их вставляют Да я понял Я сам бы хотел, знаешь, туда бы пробежаться Вот там крест есть, вот инка есть Макиту мы пока не нашли с Боша Вот, в принципе, то, что я вам говорю Как китаянка жестко киянка И буря забивает в кейс Ну вот, друзья, наступил тут обед Слышите, как свет выключился Стало тихо-тихо-тихо Не знаю, что там со звуком получилось Ну, надеюсь, нормально будет Ну, в общем, я думаю, картина понятная После моей предыдущей поездки на завод У меня здесь удивления никакого не было То есть данная фабрика занимается У нее как больше сборочный тут процесс Ну, сейчас мы дальше пойдем Я не знаю, может быть, они какие-то запчасти Сами изготавливают Но то, что мы сегодня видели Это был только сборочный процесс Непосредственно крупная и мелкая зловая сборка Сами видели, что здесь практически Ну, где-то в конце-то на 70, да, автоматизировано? На 80 даже Это ничто не делает На данный завод производит Но это не страшно, что фабрика такая Ух, блин Нет, это такой середнячок К делают, Крест делают Позитек заказывает Также здесь заказывают Ресанта Также здесь заказывают Пикарь Также здесь размещают заказы Пит Также Райоби Видели те задания То есть данная фабрика работает Ну, и что это? Как это называется? Не видно Что-то непонятно Бренд как-то какой-то Делают на внутреннем рынке На Китаяне что-то Как же они делают На Бразилию, на Америку, на США Вот Ну, те же, посмотрели Как видели Сами тестируются Смазка добавляется Сколько нужно добавлять Все задания есть То есть как попросите Так они вам Так что Кому понравилось На видео подписывайтесь на канал Ну, и Хоть и че Кому пошли Втекать дальше